Братья и сёстры, поистине сказать только, как ты велик Господу, помолиться, поблагодарить Его за это. Но несколько мыслей тоже братья предложили поделиться о работе в издательство. Скорее, как я попал в издательство? Я недавно читал, прежде всего скажу, книгу Иисуса Навина, и вот там такая история. Народ израильский переходит через Иордан. Иисус Навин говорит, возьми молодых людей и поручи им взять камни и вынести как памятник. Вы помните, для чего это было, эти камни, двенадцать камней? Когда спросят вас в последующие времена сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажите им, в память того, что вода Иордана разделилась, перед чем или перед кем, вы помните? Вода Иордана разделилась. Что потом было? Перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Прежде всего, не перед народом. Народ, если бы пошел, вода бы не разделилась. Сначала заходит ковчег завета, священники заносят, вода перед ним расступается, а потом идет народ. И в конце этой главы, четвертая книга, то есть четвертая глава книги Иисуса Навина, там опять повторяется. «Скажи сынам Израилем, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его так же, как Господь Бог сделал с Черным морем». И там последний стих. «Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Вот для чего нужны были эти камни, для чего нужно было это напоминание о тех временах, когда народ переходил через Иордан. Чтобы все народы земли узнали, как велик Господь, как вот сейчас пел хор, да, и чтобы вы боялись Господа. Друзья, вот сегодня мы тоже вспоминаем прошлое не для того, чтобы показаться, может быть, или быть там в глазах своих или других какими-то героями, а для того, чтобы увидеть, как Господь разделял эти воды и атеизма, и безбожие, и тюрьмы, и все, вот Господь это раздвигал, раздвигал, и мы сегодня вот здесь вместе с вами можем радоваться. Николай Степанович позвонил мне, пригласил поделиться о том, как я тоже работал в издательстве. Вот я говорю, я же был не так давно, и на этом месте, он говорит, это было уже давно. Вот все, кто здесь будет, молодежь, они тогда ничего не слышали. Я посчитал, примерно 17 лет прошло, поэтому действительно это было уже давно. Если для кого-то и повторюсь, то вы, друзья, снизойдите. Ну, основная мысль, которую мне хотелось сказать, я вообще-то ровесник почти что братства, чуть больше, у меня 64-й год. Вот, а сколько себя помню, столько я в церкви с мамой, меня мама верующая водила в собрание, и, в общем-то, с детских лет знаю, что такое гонение, что такое разгоны, штрафы. Вот, и бывало время, когда идешь на собрание, и ты не знаешь, придешь домой или нет, тебе могут дать 15 суток. Я так подумал, вот если бы мы знали, что и сюда придем, и можем попасть на 15 суток, это реально. Было бы настолько сегодня здесь или нет, это вопрос, да. Но в то время мы так вот жили, и в следующем году, вот уже будет 50 лет, как я в церкви, член церкви. И впервые об издательстве я тоже так вот, как и брат Саша говорил, вспомнил, или вернее вспомнил, так подумал, когда прошло первое сообщение, и арестовали в Латвии бригаду издательств. Это было печальная вещь, мы только порадовались, что стали печататься книги. Это был 74-й год, мне тогда было лет 17 или около этого. Но вместе с печалью, друзья, была одна большая радость, вот просто возликовало сердце тогда. Эти сообщения пришли также отпечатанные на типографском станке, с фотографиями, еще тогда фотографии, по-моему, первый раз пришли. И мы радовались, что все-таки не ликвидировано издательство. И вот мне пришла мысль, вот бы мне туда. Но впереди армия. Пока я был в армии, у нас в церкви произошло разделение. Вот автономно зарегистрировалась часть церкви. И я понял, что когда я приду, мне надо чем-то заняться. Но чем? Понимаю, что молодой человек должен проповедовать как-то в этом отношении. Ну, может быть, принимать участие в хоре. Я и до этого пел в хоре с 15 лет. И были разные варианты, но все равно хочется определиться, чем заниматься, когда приду. И вы знаете, друзья, для меня этот вопрос настолько был серьезный, что я положил в сердце своем один день в неделю не ходить вообще в столовую, быть в посте. Ни утром, ни в обед, ни вечером. И для меня это настолько было серьезно. Я начал заниматься. Я беру текст, Библию, Евангелие. У меня была комната, где я работал. Прочитаю какой-то отрывок. Повторю его. Никаких мыслей нет. Проповедовать не могу. Я беру другой текст. То же самое не получается. И я бился, бился и пришел к выводу, что это не мое. Проповедовать, хотя и понимаю, что надо, но это не для меня. Второй вариант это был. Я пил уже в хоре, даже перед армией на Пасху, по-моему. Мне предложили продирижировать один столом. Буду заниматься регенской работой. А у нас служил там парень один, который закончил дирижерский курс. Я к нему пристал. Говорю, научи меня дирижировать. Он говорит, да я это для мамы учился, я уже ничего не помню. Но все равно чему-то учил. Там сетки и так далее. Я стою на зеркало такое, помню, было на стене. Представляю хор, начинаю дирижировать, вступление показывать, паузу. Ну, как мог. В общем, тренировался. Все песни, которые я знал, хоровые, все дирижировал. Изучал эту науку. И вдруг получаю письмо. В Харцизке прошли курсы регентов. Это был 76-й год, по-моему, или 77-й, 76-й, наверное. И из нашей церкви, из Ростова, было три человека там. Ну, кто-то бы обрадовался, теперь регента. А для меня это был как удар по рукам. Там уже образованная, я вот такой необразованный. Все, у меня регент тоже не получается. Что делать? Я возопил Богу, Господи. И вот чем ближе у этого же Дембеля, это уже был второй год, тем у меня ситуация такая в сердце была. Вот как, знаете, студент, когда идет на экзамен, и не готов к нему. Вот все колотится, все перебирает в памяти, как-то суетится. А от этого ничего не прибавляется. Вот я возопил к Богу, и вдруг уже в конце службы на сердце такой мир наступил, что я сам себя не узнал. Такое удостоверение, что Господь для тебя усмотрит то, что ты, о чем молился, о чем постился. Друзья, я говорю об этом, знаете, для чего? Вот вы примерно в том возрасте, каком я был тогда. И кто-то, может быть, переживает. Вот, где найти себе место в церкви? Чем заниматься? Ну, кто-то в хору поет, кто-то еще где-то. Кто-то пытается там или на стройке. Ну, тогда стройок не было. Я бы с удовольствием поехал на стройку, на какой-нибудь молитвенном доме. Но тогда молитвенных домов не строили. Но все равно есть переживания. И вот очень важно иметь в сердце удостоверение, что тебя Бог туда посылает. Когда я ехал домой уже, у меня было на сердце такое как бы удостоверение, что Бог для меня усмотрит. О работе в издательстве, конечно, трудно было представлять, как Саша говорил. Я не знал, кто там и где, кому обратиться, тем более с армии только пришел. Мало ли, если кому-то скажешь об этом, могут счесть за то, что где-то хочется проникнуть, что-то узнать. Может быть, где-то там обработали в армии. Но времена такие были, очень осторожно к этому относились. И я просто ждал. Я не спешил как-то к молодежи сильно приобщаться, там в оркестре играть или еще что-то, жду. Ждал я так примерно месяца полтора-два. А на работе, где я работал, начальник уже через брата не дает ему проход. Да, Сергей придет работать. Я подумал, наверное, я ошибся в своих переживаниях. Пойду устроюсь. Устроился на работу? Только устроился. Мне предлагают. Ты не хотел бы пойти поработать? Ну, не говорят конкретно, но с литературой связано. Только нужно уволиться с работы. И вы знаете, друзья, для меня стал такой тупиковый вопрос, как мне уволиться. Пройти и сказать начальнику, что я, куда я ухожу, правду не скажешь. Неправду тоже не скажешь. И мне в воскресенье нужно было давать ответ. Я говорю, дайте мне дня три. Я попощусь, помолюсь и потом отвечу. И вот я попощусь, молюсь. Помню, мама подходит ко мне. Ну, что ты себя мучаешь? Она так меня обняла. Я говорю, ну, если ты решил уже идти, так иди. И такое напутствие. Если тебя арестуют, мне будет очень тяжело. Но если ты окажешься неверным, я этого не вынесу. В общем, я не знаю, как уволиться. В воскресенье нужно давать ответ. А у нас в собрание приехала милиция. Забрали всех, переписали. Правда, вечером отпустили. А на следующий день с работы приехали и забрали. И на 15 суток. И мне дал Бог 15 суток, чтобы я молился для того, чтобы мне узнать, как уволиться с работы. То есть, если Господь не вмешается, я не знаю, как пойти. Заканчивается 15 суток. Ну, братья у нас многие здесь, наверное, тогда бывали, кто постарше. Приезжали из Кавказа, из Украины, из Центральной России, чтобы поддержать тогда Ростовскую церковь. И вот 15 суток отсидел. Там одну ночь меня раньше отпустили с вечера. И я еще раз успел в этот же вечер на собрание пойти. Прихожу на собрание. Даже не дохожу. Только до калитки дохожу. Автобус подъезжает. Молодой человек, идите сюда. Милиция. И опять меня на 15 суток. Я уже месяц сижу и думаю, как мне уволиться с работы. И вот когда второй раз попал, Господь мне просто открыл, как это будет. То есть на меня будут шуметь, будут ставить условия. И так оно и было. И, в общем, я уволился. И таким образом я освободился от работы. Это было явно вмешательство Божье. Руководствуя его, я понимал, что Господь меня к этому призывает. Ну, друзья, у нас время уже без двух минут. Осталось только помолиться. Я хочу предложить нам прославить Господа за те камни, которые свидетельствуют сегодня. Наши общения, музыкально-хоровой отдел, издательство, благовестие. Мы слышали столько благословений, Господь. И столько вот памятников мы сегодня можем вспоминать. Наших братьев, которые прошли через Узы. И сегодня вот особенно, может быть, нам нужно воздать славу Богу за то, что перед Ним, как вот воды Иордана раступились перед Ним, так и раступаются. И сегодня то, что мы видим, свободно можем собраться. Ни пандемия, ни гонения, ни какие-то другие. Господь вот раскрывает дверь, и никто не может закрыть. И за это мне хотелось бы вместе с вами прославить Господа. Аминь. Сегодня уже анализируя, как бы жизнь уже позади основное. Смотрю, что то, к чему стремился, о чем молился, что хотел, ничего не видел в себе, ну, как бы способностей там. Господь все усмотрел. И проповедовать я учился. Не получалось. Бог дал возможность проповедовать. Два раза был на регионских курсах, занимался с хором. Даже уже когда был служителем, еще несколько лет хором занимался. Господь усмотрел все желания, и больше, чем, как вот написано, может дать больше, чем мы просим, или о чем помышляем. Семью Господь дал. Сейчас уже дети повыросли, повыходили замуж, поженились, внуков немало. Вот, служение совершают. Есть один сын пресвитер, другой благовестник, зять тоже благовестник. Ну, и так в труде. Это меня радует. Написано, для меня нет больше радости, как видеть, что дети ходят в истине. Хотя есть и переживания, и других некоторых детях. Но что я, как бы оглядываясь назад, скажу, что Господь верен своему слову. И если мы доверяем Ему, то Он нас не подведет. Я закончил на том, что уволился с работы, и первые мои шаги, уже как бы на нелегальном таком положении, я поехал с братом Колей, он вчера кто был, свидетельствовал. Это моя первая поездка. Он говорит, возьми паспорт, приезжай на вокзал, на автовокзал. Приехал, подожди меня здесь, пошел, купил билет. Я не знаю, куда мы едем, садимся в автобус. Ну, ориентируюсь, что раз мы переехали через Дон, значит, едем сюда, на Кавказ. Ну, а знаете, в молодости-то хочется же знать, что, чего. Такое любопытство разбирает. Я говорю, а мы куда едем? На Кавказ? Он промолчал. Говорить он такой, способный говорить, на любые темы, но только не на эту. Немножко времени проехали, там час, другой, я опять. А мы, вижу, что у него сумки пустые. Пустые. Мы будем литературу вести? Он опять ничего не ответил. А потом говорит, если ты хочешь работать в этой системе, никогда никаких вопросов никому не задавай. Все, что надо будет, тебе скажут. Знаете, он мне как ножом отрезал. И все. Это были уроки конспирации, так сказать. Ну и тот год, 78-й, я ездил с ним, литературу развозил, но он об этом вчера рассказывал. А 78-й год, я уже попал, не, 9-й, 79-й год попал уже непосредственно на издательскую точку. Все поехали, помню, дома я заехал домой, все поехали встречать Новый год, а я уже уехал на Молдавию и оттуда на печатную точку. Ну что, друзья, уже рассказывал ты, брат Александр, и многие другие, когда читаешь книги об издательстве, о тех, кто работал, вы знаете, что вот для себя так сделал, как будто одни за другими идут по следам. Или можно менять только имена, там, города. И, в общем-то, многое похоже. Похоже, потому что условия были, практически у всех одинаковые. Ну, если вот добавить к тем условиям, которых мы работали, когда нас арестовали, здесь вот я видел на стенде, есть тот домик, старые кадаки, это Днепропетровская область, там старушка сидит возле домика, если кто пожелает, можно будет посмотреть. Он, наверное, площади не больше, чем вот эта площадка. Ну, может, чуть-чуть пошире. Вот. В одной части живет бабушка, коридорчик, а в другой части две комнаты, в которой мы работали. Ну, для ясности немножко обрисую. Значит, большая комната, ну, может быть, 15 квадратов. Это там, где бумага сложена, там несколько тонн, там, где машина работает, и там, где сестры спят. А в этой меньшей, здесь метров 10, может, комната, печка, где топится все, где и приготовляется. Здесь же кухня, здесь топчанчик, на котором я спал, здесь и туалет, ну, если можно так его назвать, то есть за ширмочкой, ведро. И вот такие условия. Я почему об этом говорю, чтобы вы имели какое-то представление. Вот. Ну, и я помню, как меня забрали, у меня, у нас всех, у нас работало 4 человека, трое сестер. Одна уже ушла в вечность, Тамара Быстрова, другая живет в Америке. Вот. И третья, Юдинцева, Галина Ивановна, она живет в Нижнем Новгороде, но бывший город, Горький. Где-то там вот она живет, но она еще жива, ей уже где-то в пределах 80 или за 80. Вот. Вот нас было 4 человека. Помню, когда нас задержали, а задержали, скорее всего, не рассчитывали на это неожиданно. В этой области делали обыски и задержали в тот день брата Николая Ильича Кабыша, а он проводил заочные библейские курсы, собрались братья, их там накрыли. И в 19 домах этой области сделали обыски и попали как раз на нас. Вот. Ну, что мне так вот помнится, сели мы, мы сначала приготовились, уже там увидели заранее их, вот, а как увидели, дверь подергали, а там же все закрыто, все окна, они просто зашторены, они закрыты теплым чем-то, или одеялом, или матрасами, чтобы не только свет не проходил, но и звук, чтобы не выходил, потому что там рядом идет тропинка к Днепру туда, и мы как раз над этим, над этой тропинкой работали. Но в связи с этим, что нужно сказать, воздуха, как уже брат говорил, не было. Как мы это ощутили? Брат, который нас обслуживал, он в этом же дворе, сын этой старушки, вот, он жил в большом доме, а мы вот здесь маленьком работали. Он нас посещал иногда. Приходит, на улице мороз, снег, а сюда заходит, а тут хоть падает, такой воздух тяжелый. Но мы его просили, говорит, может быть, нам дырочку в потолке сделать? Он, да я всей душой, я не против, но у меня вот мама, она такая вот скрупулезная, для нее любую там гвоздь забить, это проблематично. И как-то он не стал делать ничего, помогать в этом отношении. А потом в воскресенье, после собрания он заходит, зашел и говорит, чем вы тут дышите? Все, не спрашиваю ничего у бабушки, делаем дырку в потолке. Ну, мы сделали дырочку, взяли вентилятор, вставили туда, ну, и опробуем, включили, смотрим, потянуло. Вдруг забегает сестра с кухни, говорит, выключайте, выключайте скорее. Что случилось? Оказывается, доступа воздуха ниоткуда нет, и воздух пошел через трубу, через печку, и вся пыль, вернее, этот дым пошел сюда, в дом. То есть, обратный процесс. Ну, в общем-то, это тоже для того, чтобы условия немножко рассказать. Мы не пользовались вентилятором, но зато дырочка уже что-то был, естественный обмен воздуха. Вот, когда нас арестовали, поехали мы с песнями, я помню, запели «За Христом я следовать повсюду готов». Нам не препятствовали в Орынке, мы ехали, не препятствовали милиции, так слушали, интересно было, видимо, им. Ну, и началось следствие. Я ожидал, что будут сейчас допросы, может быть, какие-то, ну, там, обстоятельства твердые, жесткие. Но практически с нас сняли отпечатки, сделали предварительный допрос, закрыли, у них материалов хватило надолго, и до мая месяца не вызывали. Вот каждый день ждешь, ждешь, и я помню, когда мы шли, был мороз такой крепкий, а в камеру завели, там жалюзи на окнах, и что за окном, не видно, видно только небо. Вот, и весна уже пришла, май месяц уже расцветает все, вот, а мы этого не видим. И как-то в мае месяце вызвал следователь на следствие, в камеру следствия, но там нет жалюзи. И вот я выхожу, смотрю, захожу, вернее, в камеру, смотрю, а за окном уже все зелено, все бушует, цветет. И вы знаете, такое вот аж дыхание, как говорят, сперло, да? Вот настолько все это, ну, не представляло, что такая картина. Сразу всплыли воспоминания. Думаю, сейчас, наверное, где-то молодежь на природе там собирается, может быть, вместе общение какое-то проводит. И так тоскливо стало. А он сидит, следователь говорит, ну, тебе, зачем оно надо сидеть и гнить здесь в этих камерах? Сейчас бы гулял где-нибудь с девчонкой по парку, а ты тут сидишь. И вы знаете, он как огонек, то есть масло в огонек подливает. Но я к чему-то говорю, и такая мысль, трезвая, ясная, отойди от меня, сатана. То есть внутренние вот эти вот все переживания, их вот так вот Словом Божьим раз, и всё. И это как миг такой прошло, и дальше уже пошло всё естественно. Но, друзья, в заключении какие там были особые моменты. Мы находились на одном этаже с сёстрами, но одновременно тогда арестовали ещё двух братьев Николая Ильича и местного брата ответственного в Днепропетровской церкви. Но они были на другом этаже, потому что у них был строгий режим, и мы были в разных условиях. А с сёстрами имели переписку. Какую? Ну вот, когда раздают пищу, раздают зэки там, заключённые. И вот попросят его незаметно, передай там пятнадцатую или там десятую камеру. Он возьмёт, спрячь, потом раз эту записочку забросит. И таким вот образом мы знали друг о друге, ну, сёстры и я, где кто и как, в общем, дела. Друг друга ободряли, писали письма. Но потом состоялся суд, где-то через полгода закончилось следствие. Суд шёл пять дней и рассчитывали на большое. Раздували сначала сильно такими преступниками рисовали. А когда дело дошло уже до суда, и Николай Ильичу, как считали, что он совет в церкве, это голова, мы руки, вот, на него статья была пять и пять, там, за вовлечение несовершеннолетних под видом религиозной деятельности, ну, каким-то проблемам, там, посягательства на здоровье, жизнь и так далее. Вот, то он эту статью смог, как говорят, отшить. Не было доказательств. Его даже, то, что ему хотели пришить, там одно общение, где в обвинение вставили, его там и не было. И это было, в общем, доказано, что его там не было. И у него статья 229, по-моему, была по Украинскому кодексу, вот, она отпадает, и его статьи, которые остались, они все до трёх лет. А нам дать больше, чем ему, как-то получалось нецелесообразно. И поэтому нас уравняли, всем дали патриота. Но мы были довольны. Вот, но что я из этой, из тюремной уже жизни, как бы, переходя немножко на эту сторону, скажу. Мне было в какой-то степени легче, потому что я встречался, ну, во-первых, здесь был с сестрами, переписка была. По дороге с Днепропетровска на Харьков мы ехали вместе, ну, в разных, конечно, отделениях, с Николаем Ильичем Кабышем. И в одной из камер уже в Харькове надзиратель, видимо, поговорив сначала с Николаем Ильичем, дал нам возможность побыть минут 20 вместе. И он так по-отцовски меня наставлял. Я не знал тогда вообще, как себя вести, да и, в общем-то, как и вы все, никто ничего не знаете, если что-то только слышали. Я единственное, что знал, что надо прийти и сразу себе сказать, что ты христианин, помолиться. Это, друзья, надо знать всем. Мало ли какие условия, кого ожидают, это нужно знать всем. Везде нужно открыто себя вести и открыто молиться. Вот. И таким образом Господь мне дал это наставление через Николая Ильича Кабыша. Он помолился. И тогда он меня натолкнул на одну интересную мысль, о которой я тогда не думал. Он говорит, ну, может быть, Бог хочет что-то большего для тебя. А я так думаю, уже Господь столько мне дал и потрудиться в издательстве, и сейчас вузы пойти. А он говорит, может быть, Господь хочет тебя к служению приготовить. Вот. Ну, тогда об этом я, конечно, не думал, но к чему я говорю, что Господь ей это дал. В 89-м году вот мне рукоположили, вот, и слава Богу есть за что благодарить Бога. Ну, вот в тюремной жизни что еще? Некоторые моменты я постараюсь оставить место и другим брать. Некоторые моменты только. Когда мы ехали с Харькова на Свердловск, ну, еще садились в Воронки, заходит у нас мужчин большой отсек Воронка, там еще есть два маленьких стаканчика. Там зайти только сесть и закрывать. Все перегорожено, друг друга там никто не видит. Вот. Но когда заводили там женщины обычные, потому что их меньше, одна, значит, спрашивает, ребята, среди вас Володи Рытикова нет? Я только сразу же как вздрогнул. Для меня фамилия Рытиков знакома. Ну, я у ребят, которые здесь сидят, они, Белка, привет! Там ей вслед. Вот. Говорю, а кто это такая? Да это здесь одна. Со Львова едет. Меня еще больше заинтересовал вопрос, потому что, я знаю, перед нами арестовали во Львове Павла Тимофеевича Рытикова, Володя и Галину Вельчинскую. Оказалось, это она едет. И, в общем, мы с ней познакомились через стенку металлическую. Я узнал, что они вместе едут, и Володя едет. И мы до Свердловска ехали в одном вагоне, в разных купе. Что такое купе? Листолыпин, как его называют. Это поезд, ну, такой, как купе, не только вот эти стенки, где двери нет, решетки и сетки. И здесь надзиратель ходит и видит, где кто в этих вот купе, чем занимается. Ну, бивали полно. Нас ехало до 18 человек в одном купе. Вот, можете представить, что это за поездка. Вот, и что для меня было приятно, однажды едем, заходит, не заходит, а проходит мимо конвойник и говорит, у кого сегодня день рождения? Все молчат, и я молчу. Он повторяет, у кого сегодня день рождения? А я сразу начал считать. А, ноябрь месяц, число, спрашиваю, какое число? 13. Говорит, тогда у меня. Чего молчишь? В общем, ехали в этом же вагоне Галина и Быстрова, Тамара вместе, они ехали в одном купе, и Володя, они как-то там договорились, и, в общем, передали мне бутерброд, передали открытку. Вы знаете, это было такое свидетельство, такое доброе воспоминание сейчас об этом. Мы вместе доехали до Свердловска, в Свердловске еще побыли с Володей два дня или три в одной камере. Ну, а потом его повезли дальше, а меня до Красноярска, его до Иркутска, я ехал до Красноярска. Когда прибыл в Красноярск, сразу попал в ШИЗО, штрафной изолятор, ну, где-то на второй или третий день. В связи с чем? У меня были записи на копии обвинительного заключения, но с одной стороны запись обвинения, там где-то страниц на 80, а с другой стороны чисто. И вот там я записывал стихи, песни, из Библии что вспоминал, в общем, все, что мог запомнить тогда, все переписывал. Ну, а когда уже находился в тюрьме или в зоне, ребята интересуются, за что, стали читать, и так моя тетрадка пошла по рукам. Ее нашли преподаватели в школе, там есть вечерняя школа, один сидел, переписывал. Меня забрали, вызвали в оперчасти, дали, в общем, 15 суток. Один момент только расскажу из этого. Во-первых, зона очень голодная, там сильно была развита дистрофия, люди на месте стоят и падают от бессилия. И сохшие такие, как в концлагерях. Не все, конечно, но много таких. И когда я получил 15 суток, то попал в такие условия. Мороз, камера без отопления, но она внутри здания, но все равно отопления нет. Если дверь открывают на улице, то холод. И до того холодно было, что приходилась вот дверь одна металлическая, другая из решетки. Над дверью висит лампочка, небольшая, там самая малая, наверное, какая есть. И вот залезешь по решетке, руки погреешь, хоть чуть-чуть какое-то тепло, голову так прислонишь к лампочке, потом спустишься, залезешь в рубашку и дышишь или занимаешься зарядкой. Вот такой вот. А от этого теплее практически не становится. Такие морозы. Вот. Потом в ШИЗО, я просто для того, чтобы для информации может кто-то знает, братья, которые прошли, знают, конечно. Там через день дают пищу горячую, а через день просто кусочки хлеба и вода. и постепенно организм истощается. Вот. И я к концу 15 суток уже истощал так, что сидят на полусе, но если заходит начальник, нужно вставать. Вот я держусь за стенку, встаю и чувствую, что я не держу равновесие. И потом через некоторое время как будто кровь входит в голову и уже установилась, так сказать, тогда уже нормально все. То есть полное такое как бы истощение. Но там был брат один в этой зоне. Никитков Александр Валентинович, он из Рязани. Я пока сидел в камере, я уже знал, что он здесь. И когда я пришел, наверное, так для себя решил меня вытянуть из этого состояния. Ну а что это значит? Я не получал ни товарки, ни посылок еще. Посылки только через полсрока разрешалось. Вот. И он из своего, то, что он там мог где-то на 2 рубля отовариться или на 5 рублей в зависимости, там он работает, значит у него есть зарплата на 5 рублей в месяц смог отовариться. И вот он позовет меня, говорит, приходи, хлеб оставь, кусочек после ужина, и мы чаек попьем. Ну что такое чаек попьем? Закипятить воды в банке там, там кипятильники, это простые, или кусочек спирали, или 2 лезвия такие между собой, там между ними вставляются спички, и провода в электричестве, они быстро закипают. Вот. И туда несколько конфеток кинет, а конфеты такие, знаете, раньше были горошки, такие обсыпанные с сахаром. Они где-то 80 или 90 рублей, или копеек, стоили килограмм. И вот приду к нему, мы попьем чай, доведем ряд хлеб, а он возьмет и свою половинку еще раз пополам переломает и мне дает. А я понимаю, что это вообще пайка хлеба, это твоя жизнь, это даже в зоне, если кто у кого-то ворует хлеб, то таких просто избивали или убивали совсем. это святое дело, как говорится. И он меня вот так переломит, ешь. Я говорю, я не могу. Я тебе сказал, ешь. И он настоятельно так заставит. Съешь и благодаришь Бога и думаешь, как хорошо законы Христова действуют там. Там действительно души полагают братья друг за друга и отдают свои души. Но я долго не буду, друзья, говорить об этом. Где-то месяцев девять мы побыли с ним, его потом убрали, перевели в другую зону. Вот у меня начались некоторые проблемы, какие-либо. Стали лишать отоварок, там, свиданий, письма. Сначала шли письма, но всякое слово о Христе зачеркивали до дыр. Вот где встречается Господь там или Христос, Бог до дыр зачеркивает. Ну, я-то догадываюсь, о чем идет. Допустим, приветствую тебя, дорогой брат, именем Господа нашего Иисуса Христа. Господа нашего Иисуса Христа все зачеркнут. Ну, мы понимаем, о чем речь. И вот так несколько писем таких получило, а писем шло много. И они, наверное, устали зачеркивать. И просто прекратилась переписка, и так, месяца четыре, наверное. Это было тяжело, конечно, когда ни брата нет, ни писем, никакой поддержки. Вот. Но, слава Богу, Господь усмотрел. Через время, наверное, через полгода после этого пришел на зону Каляшин. Алексей, может, услышал такую фамилию. Мы с ним тоже пробыли примерно столько же. И когда Никитков освободился с той зоны, его перевели туда. Вот. И мне последние месяцы уже приходилось одному сидеть. так вот, немножко об обстоятельствах. Если какие-то вопросы, потому что я стараюсь сократить время. Если какие-то вопросы есть, то задавайте. После освобождения, я немножко еще продолжу, после освобождения я уже не работал в издательстве непосредственно на типографических точках, но приходилось организовывать точки. У нас в Ростове там печатали мы бригады, которые еще работали тогда тайно, они бывали в семье у нас. Я еще застал Виталия Питченко, он был у меня дома. Вот вместе как бы сотрудничали в этом. Однажды я встретил Софью Бочарову на одной из квартир в Харьковской области. Мы закончили работу, и их бригада закончила работу. Мы съехались, и там встретились. Но какие у меня впечатления об этой сестре? Она уже умерла, отошла в вечность. Они писали в журналах, есть информация. Это был очень такой сильный конспиратор. Она следила, чтобы никто голосом не разговаривал, чтобы никакой шум, нигде ничего не упало. В общем, у нее очень строго так соблюдались законы конспирации. Но это было то время. Сейчас уже этого не повторить, его и нужды в этом нет. нет. Но если вопросов нет, я, наверное, пока все. спишут.